И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Прежде всего, хочу извиниться за мой голос, немножко хрипящий, я приболел, но речь пойдет, конечно же, не об этом. По названию и по той картинке, с которой стартует данное видео, вы, наверное, поняли, что речь пойдет о Зории Балаяне. Называть его человеком у меня не поворачивается язык. Это нечто, что даже невозможно сравнить с нацизмом. Это пиковая точка человека-ненавистничества, которое можно обозначить этим именем и фамилией. Многие азербайджанские блогеры на протяжении нескольких лет писали о той самой книге, которую издал в свое время Зория Балаян. Армянская сторона на протяжении этого же самого времени заявляла о том, чтобы Азербайджан представил свидетельство касательно того, что эта книга была напечатана. То же самое заявлял и сам Зория Балаян. Он даже говорил, что готов заплатить, но деньги нам его не нужны. Нам не нужны деньги, которые заработаны на крови, на крови нашего же народа. О чем я говорю? Какой такой факт, который опровергает всю эту армянскую ложь, я собираюсь вам предоставить? Книгу? Нет. Я собираюсь предоставить вам высказывание Зории Балаяна в момент премьеры, можно сказать, данной книги, которую он уже планировал напечатать. где как раз таки и говорится о фактах зверской ненависти армянства к азербайджанскому народу. Как армяне относились даже к азербайджанским детям. Сейчас армяне опять скажут, что я сочиняю. Ну что ж, вот вам статья, при которой прикреплен видеоролик. Вы узнаете этих двух субъектов? Надеюсь, что да. Но речь пойдет не о них, речь пойдет о третьем субъекте, о самом Зории Балаяне, который при всей этой команде армянских лоббистов рассказывал о книге, о планах напечатания книги. Давайте послушаем. Вы слышите, опубликуют ее когда-нибудь или нет? То есть, это своеобразный намек армянам, что заплатите. Он решил доить армян. Это очень важный момент. Армянских радикалов. В книге я описываю свои мечты. Мечты быть воином. Мечты быть воином. Вас ничего не смущает? Врач, депутат, воин. Но что же он подразумевает под воином? И вот здесь он начнет рассказывать о зверствах. Приступаем. Вы позволите? Я хочу прочитать вам отрывок из этой книги. И когда мы с Хачатуром вошли в один из захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. Что? Почему я остановил, спросите вы? Кого армяне называли турками? Не только граждан Турции, но и азербайджанцев. Ребенок не кричал. Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Медленно подойдя к ребенку, я начал аккуратно сдирать его кожу на животе, голове и груди. Я посмотрел на часы. Через 7 минут ребенок умер от потери крови. Мой дух был переполнен. Ну что, книга была или не была? Это вопрос и к Зори Балаяну, и к радикальному армянству, а также к армянским блогерам. Как минимум, она планировалась, и первые страницы уже были написаны. Не так ли? Страшно. Страшно, дорогие друзья. Многие армяне по сей момент настолько находятся в паническом состоянии при названии Зори Балаяна, что заявляют, в частности, что о Зоре Балаяне никто не помнит. Об этом говорил и Ишхан Вердян. Когда ему задали вопрос в отношении Зори Балаян, он четко заявил о том, что эту в кавычках личность забыли. Забыл армянский народ. Но знаете, что я скажу вам? Знаю, что я скажу вам, Ишхан Вердян. Да, я на вы, потому что я уважаю этого человека, который не боится говорить правду. К сожалению, вы не правы. К сожалению, Зори Балаяна прекрасно помнят часть армянского народа. В частности, в России. Вот только одна из многочисленных статей. Особая миссия Зори Балаяна Ашот Бегларян. Посмотрите, какую обширную статью он написал об этом нелюде. Как теперь вы, Ишхан Вердян, относитесь к этому? Когда такому нелюдю посвящают целый труд? Я пойму, если вы не ответите. Потому что для таких, как Зори Балаян и его подручных, нет разницы между азербайджанцами, турками или арнанами, которые захотят говорить правду. Они сделают то же самое и также будут сдирать шкуру. И это первые христиане? Да лучше вообще быть далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озвучивать данную бесчеловечную ее ересь. знаете, когда я услышал еще первый раз, это было энное время назад об этом моменте, об этой книге, я просто подумал, о каком фашизме мы после этого говорим. Фашисты бросали в газовую камеру, да, но они не снимали кожу живьем и не срезали грудь, чтобы дать ребенку, чтобы он замолчал, грудь родной матери. Это пик бесчеловечности. При этом обратите внимание, Зори Балаян в этот момент был не один, там были армяне. которые молчали, которые не остановили. Ишхан Вердян, как вы к этому относитесь? Что это? И что те так называемые представители в кавычках человеческого рода, хотя они к роду людей не имеют никакого отношения, которые промолчали, когда он об этом говорил? Я доказал вам существу, что данная книга имела место? Надеюсь, что да. Теперь меня интересует также, что скажут армянские радикалы Львы Валяны, и Ведьмина Изба и прочие. Шах Назаровы, что они скажут? Надеюсь, что они просто промолчат. Я уж не говорю про антитопора. Ну, же, дорогие друзья, сегодня еще будут видео на моем канале. Мы поговорим с вами о неких признаниях от Маргариты Симоньян. Я очень надеюсь, что то, что она скажет, наконец-то приведет к тому, что она уйдет из медиапространства, потому что мы поговорим о ее собственных страхах, которые она сама лично озвучила. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем до свидания. Всем пока. К сожалению, я не могу пожелать улыбок, потому что после такого признания тяжело что-либо говорить. Поэтому я просто скажу до свидания, дорогие друзья. свидания. Продолжение следует...